Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Чернышенко обсудит на предприятиях в Кирове возможности импортозамещения. Сегодня в нашем регионе с рабочим визитом находится вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президентов ПФО Игорь Комаров. В программе визита посещение нескольких кировских промышленных предприятий, с сотрудниками которых чиновники обсудят расширение производств и возможность по ускорению выполнения поручений президента по достижению так называемого технологического суверенитета России. Также в повестке запланировано посещение ВИАДГУ, презентация туристического потенциала и подписание соглашений между Кировской областью и корпорацией Туризм РФ. Также известно, что Чернышенко возглавит Оргкомитет по подготовке к юбилею Кирова. И это стало еще одной из причин его визита в наш город. Дорожный комитет Кировской области возглавил чиновник из мэрии. Это Владимир Варава, который ранее занимал пост заместителя руководителя управления дорожной и парковой инфраструктуры. О назначении сообщает Кировская правда со ссылкой на информацию от областного министерства транспорта. До этого дорожным комитетом руководил Вячеслав Лопарев. Он работал с приставкой ИО. Лопарев останется в организации и займет должность заместителя директора. В эфире экономика. Каждого второго кировчанина раздражает рост цен на продукты. Таковы результаты опроса, который провели специалисты сервиса Суперджоп. Рост цен на продукты – главный раздражитель. 50% опрошенных ответили, что нервничают из-за этого. На втором месте – услуги ЖКХ. А в декабре прошлого года был бензин. Эту ситуацию объясняют данные Росстата. За первое полугодие 2022 года прирост цен на бензин составил всего 0,4%. Дизельное топливо подорожало на 1,7%. Цитирую, даже если цены не растут, все равно находятся люди, которые по инерции продолжают ворчать про подорожание, говорят эксперты Суперджоп. А вот цены на продукты действительно росли. Судя по данным официальной статистики, рост составил 12,5%. Женщины чаще раздражаются из-за роста цен на продукты, товары для дома, лекарства и проезд в общественном транспорте. Мужчины нервничают из-за подорожания топлива. И в завершении выпуска в курсах валют. Доллар сегодня 59,77 рубля, евро 59,60 рубля. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».